Растровое изображение. Мы знаем, что в Adobe Illustrator мы должны импортировать растровое изображение. Открывать мы тоже можем, но некоторые векторные функции перестанут при этом работать. Показываю. Открываю растровое изображение из раздела номер 5. Открывается с названием, с форматом. И когда я пытаюсь что-то нарисовать, допустим, с помощью кисточки, то программа показывает значок запрета. Я здесь ничего не смогу делать. Если я попытаюсь что-то нарисовать для фона или просто как элемент дизайна и закрашивать в разные цвета, палитры тоже неактивны. В основном растровое изображение, конечно, мы импортируем в уже созданный готовый документ Adobe Illustrator. Импортируем с помощью команды File Place. И клавиатурная комбинация Shift-Ctrl-P. Из той же папки импортирую фотографию Panda, Tupac. И очень важный нюанс. Галочка Link – связь. Связь между программой Adobe Illustrator и этим изображением, которое находится в папке «Буклетик», мы устанавливаем только в тех ситуациях, когда мы собираемся эту фотографию в фотошопе редактировать и обновить в программе Adobe Illustrator. Я сейчас все это покажу. Импортирую Panda.chpac со связью. Я вижу, что появляется такое перекрестие. Перекрестие. Методически все это очень хорошо описывается. Это пролинкованное связанное изображение. И если мне надо это изображение в программе Photoshop редактировать, я запущу программу Photoshop, открою это же изображение из той же папки и внесу какие-то изменения. Допустим, какую-то рамку сделаю. Рамку размытую, с градиентом или узорной заливкой. Что-нибудь, какие-то простенькие изменения я сюда внесу. Пожалуйста. И сохраню. Ctrl-S или файл Save. В том же формате, в том же месте я сохраню это изображение. И когда я возвращаюсь в Adobe Illustrator, я вижу такое предупреждение, что некоторые файлы либо утеряны, либо изменены. Обновить их сейчас? Я, конечно, нажимаю Да, если мне нравится обновление, изменение, сделанное в программе Photoshop. Есть. И, пожалуйста, эта градиентная рамка здесь тоже появляется. То есть только ради таких изменений и обновлений мы устанавливаем при импортировании связь. В остальных случаях мы импортируем изображение без связи, без галочки Link. То есть внедряем всем объемом это изображение в документ Adobe Illustrator. Пожалуйста. Это изображение уже без перекрестия, и вы можете работать как почти с обычным объектом Adobe Illustrator. Очень важный нюанс. В дальнейшем, когда вы возьмете этот документ и отправите куда-то, или просто возьмете с собой, запишите на флешку, на другом компьютере, документ с внедренным вот этим вторым изображением откроется без проблем. Но первое изображение с перекрестием, с связью не откроется. Будет предупреждение, что изображение не найдено. И вместо такого изображения будет пустое перекрестие. Чтобы изображение вместе с документом переносилось на другой компьютер, вам либо вручную надо на флешку записывать и документ, и изображение, либо упаковать. Есть такая функция в Adobe Illustrator, в CC версии только появилось, упаковать. Вы можете в одну папку собрать, обязательно сохранить, конечно же. После сохранения в одну папку вы можете собрать абсолютно все материалы, и документ, и изображение, и абсолютно любые шрифты и так далее. Все можете собрать в одну целую папку. Я сейчас попытаюсь это показать. Для передачи на другой компьютер это очень важно. Пусть будет здесь, в раздел 5, пусть будет в буклетике. То есть обязательно пролингованные файлы здесь собираются. Если что-то переимпортировали, допустим, вместо обычной панды вы переимпортировали, выбирали другое изображение, RayLink, тоже сюда можно внедрять. Такая информация в программе блокнот можно открыть. Fonts – это шрифты, которые были использованы в этом документе. Абсолютно все упаковывается в одну папку. Обязательное предупреждение по поводу лицензионных шрифтов. Вы это увидите всегда. И нажимаете ОК, если все в порядке, и сохраняете уже все, как положено. Ну что ж, все уже готово. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Шрифтов нет, но есть документ, который называется 1.a.i. Есть пролинкованный один файл, так как второй файл просто внедрен. И, конечно, есть некоторая информация, которую можно открыть в программе блокнот. Это, скорее всего, уже для работников типографии. Они посмотрят, они поймут некоторые моменты. Вы можете сюда добавить свой адрес, телефон для обратной связи. Так что будьте внимательны, пожалуйста. Если со связью вы что-то импортировали, то надо обязательно упаковать в одну папку. Работа с изображениями связанными и внедренными в Adobe Illustrator делается через панель Links. Через панель Links связи мы видим, что Panda 2 имеет значок векторных фигур. Это внедренное изображение. А просто Panda без значков – это пролинкованное, связанное изображение, которое не полностью внедрилось в программу Adobe Illustrator. Если я сейчас в Photoshop внесу какие-то другие изменения, допустим, закрашу другим градиентом, более ярким, и тоже сохраню. Ctrl-S. Иллюстратор, как всегда, спросит, внести сейчас эти изменения в Adobe Illustrator. Если я скажу «Да», как в предыдущем случае, все внедрится. Если я выберу «Но», то появится на панели Links вот такой значок. Треугольник желтый, который говорит о том, что здесь что-то изменено. Пожалуйста, вы можете двойным кликом открыть и чуть ли не всю историю посмотреть на этой панели. В любое время, абсолютно в любое время, вы можете обновить это изображение без проблем. Пожалуйста, есть кнопка внизу «Update Link», «Обновить связь». Еще раз спрашивает. Обязательно обновляем. И все изменения, сделанные в Adobe Photoshop, внедряются в Adobe Illustrator. То есть не забывайте, пожалуйста, со связью импортируем только тогда, когда намерены что-то делать в Adobe Photoshop и изменения внедрить здесь. Есть еще некоторые интересные функции в Adobe Illustrator для работы с растровой графикой. Импортирую какую-то фотографию в File Place. Допустим, я сейчас раздел 5 возьму и возьму пустыню. Пустыню без связи, не собираюсь что-либо менять в Photoshop, поэтому здесь связь неинтересна, не нужна. И импортирую вот эту растровую фотографию. Очень часто возникает такое желание создать эффект векторного рисунка или просто получить из растровой графики векторную иллюстрацию для разных целей. Допустим, я хочу поставить эту иллюстрацию на огромный баннер 2 метра на 1 метр. Эту же иллюстрацию я хочу поставить на небольшую рекламную брошюрку и так далее. Чтобы смело растягивать векторную иллюстрацию, я очень хотела бы из растро получить вектор. Чтобы из растрового изображения получить векторную графику, мы должны выполнить трассировку. Трассировка растрового изображения, это преобразование растро вектор, делается на панели, пожалуйста, Image Trace. Window Image Trace. Три модели, три основные модели трассировки. Модель Black & White очень интересна для получения каких-то силуэтов. Но сразу предупрежу о том, что модель интересно работает, когда фон сравнительно однородный. Здесь у нас он немножко градиентный, но все равно мы увидим результат. Модель Black & White. И чтобы и запустить, и сразу увидеть результат, я нажму галочку Preview. Пошел процесс трассировки. Вот, пожалуйста, трассировка Black & White. Просто, чтобы было понятно, я поставлю какой-нибудь цветной фон, отправлю на задний план, чтобы было понятно, что из этого получилось. Пожалуйста, я отправлю сейчас и на следующую страницу тоже, и быстренько заблокирую, чтобы нам эти фоновые объекты не мешали работать. Вот результат черно-белой трассировки. У черно-белой трассировки есть порог Trisholt. Порог определяет, если идти в левую сторону, то получается белого больше. Довольно тяжелый процесс трассировки. Если двигаться в правую сторону, то получается черного больше. Очень хочется оставить белого побольше. И обратите внимание, чуть ниже кнопочка I информация показывает, что у нас получилось из растровой фотографии. Контуров получилось, еще раз, 275. Узлов 2298 и цветов всего 2. Чтобы абсолютно спокойно работать с деталями, с элементами результата трассировки, мы обязательно после трассировки должны разобрать. Кнопка Expand, разобрать, находится на панели опций. Разобрать. Скорее всего, сразу через правый клик разгруппировать, чтобы подетально все это редактировать. Щелчком по пустоте снимаем выделение и видим, что на самом деле у нас получились векторные фрагменты. Можно удалить все белые фрагменты, если хочется что-то редактировать именно с черным. Пожалуйста. Взять в руки белую стрелку Direct Selection, редактировать все детали, добавить какие-то штрихи. И это уже будет ваша векторная иллюстрация. Следующая модель трассировки – это модель Gray Scale оттенки серого. Довольно тяжелая трассировка, тем более 50 оттенков серого. Пока информация показывает нулевые значения. Но как только я запускаю и показываю результат трассировки, мы видим весь процесс, описывается довольно медленный процесс. Значит, сейчас пойдет сглаживание этих смутинг, сглаживание контуров векторных, фитинг, заполнение цветом. Вот это оттенки серого. И обратите внимание, сколько контуров, уже в 10 раз больше узлов, оттенков разных и так далее. Если я сейчас делаю Expand, разберу, то увижу огромное количество узлов. Довольно редкая используемая модель Gray Scale, но все-таки может абсолютно спокойно работать. Также можете разгруппировать, какие-то детали удалять, на ваше усмотрение. Следующая, третья модель Color. Самая часто используемая модель, цветная модель Color. Здесь вы можете выбрать такую палитру с ограниченным количеством цветовых образцов. Тридцать всего. Честно говоря, вполне устраивает в большинстве случаев. Идет процесс, переваривает программа. Все это, то есть полученные векторные фрагменты, склаживаются они, заполняются разными цветами, весь процесс описывается. И вот такая красота остается. Если вас не устраивает такое небольшое количество оттенков, то вы можете выбирать палитру с полным составом оттенков, с полным составом цветов. Стоп. Довольно тяжелая трассировка. Будьте внимательны, пожалуйста. Я, скорее всего, нажму Стоп, потому что хочется все-таки оставлять с ограниченным количеством цветов, потому что вполне это устраивает в большинстве случаев. Результат трассировки тоже разберу через Экспенд. Обязательно разгруппирую. И, допустим, с помощью Magic Wand волшебной палочки щелчком по нужным оттенкам я выделю эти объекты и их удалю. Я не хочу оставлять эти оттенки. Хочу вместо голубого неба какое-то огненное небо, закат и так далее. Это уже векторная графика. Оставшиеся элементы я просто сгруппирую. И на фоне нарисую прямоугольник. Чуть больше размер возьму. Возможно, с градиентом. С таким радиальным градиентом. Можно редактировать градиент с помощью инструмента. Мы все это очень хорошо знаем. И всю группу, результат трассировки, я просто поставлю на передний план. То есть можно работать уже с результатом трассировки так, как вам хочется. Есть еще некоторые дополнительные кнопки, заготовки, скажем так, из этого ряда. Часто используемые это фотографический эффект. Но сразу предупрежу, довольно тяжелая трассировка. И увы, с некоторыми дефектами. При сильнейшем сглаживании, ради фотографического эффекта, искривляются контуры. И между контурами, увы, появляются зазоры. Очень часто. Посмотрим сейчас результат, как получится. И если устраивает, конечно, такой эффект, можете сохранять, можете ставить на свой макет. Конечно, с предварительной коррекцией некоторых нюансов, некоторых моментов. Вот они зазоры, вам они видны. Наверняка сильнейшее сглаживание. И в результате вот такие зазорчики, трещинки появляются. Еще, возможно, кто-то из вас рисует от руки. И если есть карандашные наброски, очень интересно работает заготовка outline. Именно для сканированных карандашных набросков, не для фотографий. Вот какая красота получается. Я сейчас трешелд порог попробую изменить, чтобы хоть что-то увидеть из пустыни. Что-то вытащить оттуда. Ну, вот это пустыня, это фотография. То есть заготовки как дополнение идут, а так в основном три модели.